Я прошу вас, я прошу вас, я прошу вас, я прошу вас. А, у нас уже все же такси подошли. А, нормально. Так, кто из вас наступает? Я нарастаю очень внимательно. Такси будем оплатить. Не, ну, по чай, зачем? Ну, азов дымут. Ну, давайте починаем сначала то, что у нас произошла смена руководства. Да. И у коллеги было очень много вопросов. Почему? Почему? Другому написал заявление. Он же не просто так. Он чем-то объяснял же вам. Мне объяснял. Он сказал, что... Дословно передаю. Он сказал, что он не хочет работать, чтобы кому-то платить денег, кого-то кормить. Имеется в виду те, кому он там, что должны, задолжали, Бойченко и так дальше. Вот это мотивация. Я его уговаривал, я его упрашивал, чтобы он еще поработал, что мы его сюда приглашали. Он сказал, нет. Вот он еще раньше хотел уйти, потом я ему сказал, что давайте нужно написать заявление, потом отработает две недели, как минимум. Он все это выполнил в рамках закона. И мы его больше удержать не можем. Если он согласится, я его сегодня же подпишу и сегодня выживу. Мы тоже будем рады. Уговорите его. Любое время дня и ночи мы пытались. Но у предприятия очень много нерешенных проблем, которые предприятие просто с помощью сделать ничего не сможет. Вы же знаете. Смотрите, Владимир Владимирович, до 1 августа вы приходили на встречу с коллективом. Вы сами ее инициировали, помните? Да, да. В 2019 году. Тогда был еще бывший директор, Невский сидел рядом с вами и коллектив напротив. И стоял вопрос о том, чтобы либо приватизировать предприятие, либо оставить коммунальной собственности. Тогда центральной нитью коллектива было то, что без чужой помощи, без средств и зне предприятие просто существовать не сможет. Это просто считанные месяцы. Ну, спасибо Друмову, оно уже просуществовало еще восемь. Думали, раньше остановится. Проблемы не ушли. А сейчас, с учетом того, что поднялись очень сильно сами на муку и на все остальное, мы работаем в такой убыток, что это может через неделю, через две произойти. Просто уже, знаете, обеспокоенность такая. То ли это уже остановится и всем все равно, кто будет директор, либо все-таки мы будем как-то вместе искать эти пути. Что-то надо с этим делать. Понимаете, я хочу сказать, что мы все-таки орган местного управления как бы проравнивается к государственному. И мы можем работать только в рамках законодательного поля. Вот у нас сейчас работает 20 работников КРУ. Если не дай Бог, влево-право где-то от ступни, нас накажут и выставят на большие претензии. Это первое. Второй вопрос. Финансово. Я думаю, тут Людмила Владимировна. Она вам сейчас все расскажет, можем ли мы оказать содействие финансово. Поверьте, мы над этим работали, думали не один день. И сегодня вопрос не у финансов бюджета, а как их дать. У нас нет закона, чтобы помочь финансово с бюджета. Понимаете, поэтому вот это один из самых важных вопросов. С июня месяца прошлого года мы практически ни одной копейки никуда не перечислили, кроме защищенных статей. На зарплату в бюджетной сфере, врачам, учителям, больницам. И питание и все. И больше ничего. Вы же видите, мы все пристановили. Ничего не строим, ничего не ремонтируем. Ничего. Не из-за того, что у нас денег нет. Нет. У нас сегодня казначейство практически не пропагает ни одной копейки. Вот в чем вопрос. Да, пожалуйста. Вот по поводу финансово вы не можете помочь. В октябре месяце Вадим Константинович подписал договор с отделом образования на обеспечение детских садов булочками. В этом году эту статью, так скажем, не включили в договор. То есть сумма договора как в 13-м году, такая же и в 14-м. Да, действительно. В прошлом году один константинович заключал договор. То есть дополнительный? Да. В этом году вот этих дополнительных булочек в договоре нет. То есть то, что было и в 13-м году. Это у нас просто был остаток по сумме. Не израсходованный хлеб. Мы берем хлеб в пределах нормы. У нас была за счет того, что дети болели, у нас получилась экономия. Мы заключили договор, но это было как вывод из положения. Будем смотреть, как ситуация была. Может быть, это так же будет. Да. А если бы он учится так же само в этом году, то он должен был заключать дополнительные договоры. А в какой сумме нет речи? Сколько там тебе денег? Там не очень большая сумма. Там была сумма от 10-ти тысяч. На год? Дети болели. У нас в хлеб, в питание, в стоимость питания заложена стоимость хлеба. Дети болели. То есть мы не выбрали сумму на хлеб, и у нас была возможность заключить дополнительные договоры. Мы на эту сумму на экономику набрали. Ну хорошо. А что мы в бюджете не можем сразу подоформироваться? Это ограниченная стоимость питания. Мы не можем перешкаливать ее. Не, ну ограниченная. Ну, хлеб где мы покупаем? У них? Да. А это мы больше? Я думаю, что мы где-то покупаем. Мы хлеб у них покупаем. Да, да. А мы не провели. Мы планируем больше, а на самом деле выбираем меньше. И даже эти 10 тысяч для нас тоже очень большие деньги. Мы можем полмукового замути купить. Вы понимаете, что в детский садик? Да. У меня самого ребенок ходит в детский садик. Он сегодня ходит, завтра сидит дома. Мы не можем больше взять, чем мы берем. Мы берем у вас. Все равно же у вас берем. У нас есть нормативы. Сколько на ребенка? Коллектив пришел для того, чтобы удостовериться в том, что про нас не забудут и будут продолжать вот эти движения делаться. Мы просто хотим продолжать работать. То, что было в 13 году, ничего не изменится в 14 году. Если бы там была возможность, я думаю, что в этом тоже будет, если будет такая возможность. Ну, чтобы не уменьшать сумму доллара, мы доберем продукты. Можно по этой теме раз затронули. Казначейство нам эти оплаты очень задерживает. Вы знаете, за комбинат питания, школы. И нам, получается, деньги поступают где-то через месяц. Это при том, что вы защищенные статьи и на вас значение, что пропускают. Да. А можете себе представлять тем, что вообще они не держатся? Так вот, мы бы хотели как-то у вас попросить какой-то помощи, чтобы нам, Кулиндорову, хотя бы на недельку отсрочку Я думал, и Кулиндорову директору звонил. Он нам там давал как-то на какое-то время. Ничего. Ничего. Сейчас утром деньги. Победа, Лука. Все. Вся проблема не бывает. Кто вас директор сейчас исполняет? Арнаут, я не знаю. Вы зайдете ко мне, я при вас позвоню директору. Кулиндорова категорически, категорически не работает по схеме со срочкой недели. Мы выходили на замок губернатора в прошлом году. Как исключительный случай, в прошлом году два раза мы это делали. Но это исключительный случай. Кулиндорово в такой схеме не работает. Да, губернатор работает. Но они все равно. Я позвоню им. Тут надо этот вопрос именно поддержаться за него, за этот вопрос. Какой-то гарантии, как там уже с ним. А не лучше вам взять, какой-то разрыв денег получается? Ну, получается вот, если даже, допустим, тоже... Вам нужно один раз за дел сделать, правильно? Один раз, что вам дали без денег, а потом уже будете платить. Так? То есть, семье за семье мы раз за три берем. Ну, кого за три? Это считаете, что... Я потому, а чего они взять кредит один раз какой-то в 10-20 тысяч? Взять один раз заранее... Смотрите, Владимир Владимирович. Ну, потому что от рук не даст. Понимаете? Я здесь кучу вариантов. Смотрите, садики нам месяц прострачивают. Копейка, АТБ с просрочкой месяц платят. Мы с них проценты не берем. А банку мы будем платить за то, что для них и включить... Мы сейчас даже с ценой ничего не сможем сделать. То есть, за какие деньги даже банку платить... Проценты. Конечно. Понимаете? То есть, это обычная схема. Другие поставщики нам пошли на уступки по дрожжам, по сахару. Даже электроэнергия, бабич, пошел. Нам неделя идет от строчка, от того срока максимального. А с календором только наперед. То есть, мы деньги забираем, те, которые мы еще не получили. Да. Мы платим проценты за кредит, платим за муку и едем... Я готов любое письмо подписать. Любое. Гарантийное. Какое хотите. Я все подпишу. И по телефону. Но я не даю гарантии. Это не я решаю. Нет, мы вас просто просим, чтобы очень посадить. Собственно, почему мы сюда пришли? Мы хотим помощи. Мы не говорим, что мы гарантированно. Давайте вы нам сейчас 100 тысяч дадите и все. И мы уйдем отсюда довольны. Нет. Мы хотим, чтобы про нас все время думали. Это, конечно, эгоистично, но вот как-то так очень хочется. Иначе нам будет очень плохо, в конце концов... Вы ведете предприятие коммунальное, которому хорошо? Или бедет не так? Согласен. Согласен. И поэтому или мы перестанем существовать как предприятие, или про нас все-таки власть будет как-нибудь... Мы должны честно, положа руку на сердце, сказать, что вам очень тяжело работать. Потому что другие предприятия, частные предприятия, они работают по-черному. Вы работаете по-белому. Да. Вы платите все налоги. И поэтому вам тяжело конкурировать с частными предприятиями. Это все, чтобы все прекрасно понимали. Поэтому выживать... Вы не существ... Вы выживаете, так? А не нормально работать. Потому что вот такая ситуация, это, я думаю, всех предприятий, которые работают по-белому. Которые платят все налоги, то, что положено. Там и в Оресской области, по-моему, одни остались. Коммунальное предприятие, хлеб-завод. И, по-моему, еще один. В нашем городе. Можно каким-то образом те, кто работают по-серому, по-черному, привозят сюда хлеб? То есть хлеб продали, наклоны убрали, никто никаких налогов... Вы понимаете? Но я же это не могу проследить. Это есть служба, которая этим занимается, так? А когда Друмов мне сказал, вы запретите сюда хлеб возить. Вы понимаете, это монополия. А если в этом где-то кто-то узнает... Не-не-не, там разговор про Друмова был. Это я просто пришел, пожаловался. Прямо возле киоска. Прямо возле нашего киоска. Мы писали. Писали письмо. Извините, вот этот коричневый хлеб. Вот непонятных размеров и форм. Прямо с палатка на полу практически... Если торгуют без документов, просто, конечно, мы это можем... Так откуда? Не просто без документов. Милиция на Мурислава формальный ответ, что порушень законодательства они не побачили. То есть люди зарегистрованы под приватные предприемцы. Но то, что человек, приватная предприемница, не даёт ей право порушивать санитарное законодательство. То есть кроме того, что есть про предприемницкое деяние законодательство, есть санитарное, есть вимоги. То есть до продавца, где он должен быть, какое это стационарное помещение будет, чем оно обладнено, сколько раз оно может проходить санитарную обработку. А с асфальта, так как они торгуют, вообще просто заборонено. А милиция не побачила, да. То есть, разумеется, липсосвание. Это санкции, да? Ну... Они пришли, они даже не внутри рынка, они на улице. Рядом с рынком. Знаете, если бы у меня не было этого ответа, порушен законодательства. И не один раз. Тут даже вопрос не о том, что они нам конкуренцию создают. Вопрос о том, что даже вообще в городе такой факт сам по себе есть. То есть, знаете, обидно, что милиция пришла, посмотрела, порушен и немает. Да. Как-то вот таких, которых можно хотя бы вытеснить легально, скажем. Я понял. Я понял. Ну, я хочу сказать, что все те... То направление работы, которое у нас было, у нас ничего не меняется. Абсолютно ничего не меняется. Какие вопросы, что мы можем решить, чем мы можем помочь, мы можем помочь. А что вы так улыбнулись, когда я говорю, вы купите? Там же цены там практически уже, я не знаю, при этом цены. Спасибо за комплимент. Чего? С нашими зарплатами. Спасибо. Про срочку как-то, может там что-то быть? Ну да. И то, что на предприятии на самом деле, штатное расписание трехлетней давности, да, это две большие разницы. А в аренду уже не сделали, да? По закону можно в аренду? Нет. Можно, только смысл платить такой в аренду. А, что-что? Это, кто купить может трудовой коллектив, собрать, сделать хозяйство опыта, в принципе. Это и хотели, но... Должно быть деньги. А вы за наши деньги. А в аренду не можем дать трудовую коллективу? Ну, это тоже самое. А что поменяется? Новости останутся те же самые. А чего? Частая компания взяла аренду, мы отдали. А аренду там тоже, может, в коммунальных средствах посчитают. Это от нас зависит. Ну, мы как-то раздумывали над этим вопросом, но поняли, что... Я вам честно говорю, вот руку на сердце уже. Я вам готов бесплатно уже. Меня всех поддерживают. Завод бесплатно вашему трудовому коллективу. Только как ее юридически сделать? Как? Это коммунальная собственность. Это государственная собственность. Его отдать. И тут оно же тысячу раз будет перепроверяться. И оценка будет. И все будет. И в аренду тоже. Я говорю, в аренду. А есть же закон, как насчитывается аренда. Как оценка происходит. Это оценочная стоимость. То есть это оценка будет. Это оценка будет. Нам для того, чтобы сохранить завод, я говорю, что если был бы какой-то вариант, было бы его и бесплатно. У нас есть варианты по поводу того, чего бы мы хотели. Ну давайте. Например, тот же самый фундамент, который вот там вот рядом с заводом стоит. Мы бы там кафешечку бы поставили, там такой проходной место. А кто уменьшает? Проект делает? Кто сегодня сказал, что какие-то шаги власть не делает и не пытается сделать. В прошлом году, я думаю, вы знаете, что Вадиму Константиновичу, да, это было очень быстро, мы разработали целую программу. Но, к сожалению, мы сегодня сами попали в такую ситуацию. Может быть, мое какое-то слегка напряженное составляние. И сказывается поэтому. Как Владимир Владимирович, мы ничего проплатить не можем. Сказать, какое биофинансирование было по незащищенным статьям в феврале месяце? 6 гривен. По городу. На весь город. Это не только бюджетники. Да. 6 карандашей. Это с учетом того, что у нас есть... 13 миллионов. Не, подожди на землю. Я не говорю, за весь город. Это с милицией, с прокуратурой. Перезвонили мне с Казначейства и говорят, у нас есть финансирование. 6 гривен. Он не знает, что делать. Ну что, всем по карандашу купим, на том и остановимся. Мы разрабатывали программу. В том числе, может быть, мы ее не так заполнили, как хотелось бы, потому что сессия приближалась, и мы действительно хотели и пытались закупить оборудование на ваше предприятие. В том числе, мы отрабатывали варианты по поводу того, чтобы поставить несколько торговых точек. Причем, с Вадимом Константиновичем мы встречались даже с депутатами, это была совместная земельная УЖКХ и плановая бюджетная комиссия, о том, чтобы эти какие-то домики, вот эти в Одессе сейчас очень красивые разработали, поставить ваши, чтобы ваши стояли по городу. В том числе, обсуждался вариант, и вот на этом фундаменте делать, ну, что-то такое, то ли быстрого питания. То есть, тут ваши, давайте ваши концепты, ваш финансовый план. Мы рады включиться. И какие-то капитальные расходы по вашему предприятию мы бы, наверное, могли сделать. Только осталось идти в основе, где кого-то предпринимателя, или предприятие, которое готово нам это оборудование поставить сейчас, а рассчитаемся мы с ним… Никто не, ну, может следующего, может в этом, никто с ним. Мы сегодня задолжали нашим подрядчикам 15 миллионов. Вот представьте, уже с 13-го года, с июня 13-го года по сегодняшний день, мы задолжали 15 миллионов. И нам, конечно, уже никто не хочет долго ничего делать, потому что мы не знаем, когда рассчитаемся. И я подчеркиваю, что не за того, что у нас денег нет. У нас есть деньги. Мы эти вопросы решали бы, если бы пропускало казначейство. Что такое, почему казначейство просто, эти деньги у нас есть, но они виртуальные. Мы их заработали, на счет поступили, все. А пользоваться мы ими не можем. Потому что казна единая в государстве. И оно падает в общую казну. И этими деньгами пользуется государство. Кроме того, чтобы организовать несколько пунктов реализации, вы уже знаете, областная программа принята. Название сейчас можно будет фронтировать, но не подскажете. По этой программе предусмотрена финансовая помощь как раз таким предприятиям, как вы. Эта помощь по области предусмотрена в размере 3,5 миллионов. Извините, что вас перебью. Дело в том, что эта программа на сегодняшний день не работает. Не по компенсации разности муки, не по выделению, то есть не закупка зерна для дешевой муки. 1 марта до 1 июля Кабмин наш новый принял решение. Никакие программы не финансируют. Я сегодня разговариваю о ПК Одессе. Мы не можем ничего не работать. Сегодня Минфин на сессии ВКО поснимал все деньги с матерей героинь. Все субсидии, ну не все, а большинство субсидий, все дали на военные. На поддержку военных. 7 миллиардов. 7 миллиардов, понимаете? Бесплатное жилье, то, что давали ветеранам, авансам и так дальше. Я думаю, доступное жилье, то, что мы уже строили банки. Все упразднили. Если мы надеялись, что хотя бы заработает эта какая-то программа, то за февраль, я не знаю, какие убытки будут, март, еще больше. То есть, ну, фактически, можем сказать, что мы доживаем. Почему мы и пришли... А что, нет рынка сбыта? Или что, а что, что, что? Знаете, мы сейчас покупаем по 10, продаем по 8. Себе стоимость высокая. Конечно. Вот представьте, на сегодняшний день разница в цене в муке, в калькуляции в муке только 50 копеек на килограмме. Поднимайте цену на хлеб. Ну вот, Вадим Константинович писал вам письмо. Либо разрешить, либо... У нас должно быть так. Либо это будет, конечно, шум в городе, либо вы остановитесь, либо вы должны поднимать цену на хлеб. А если вы поднимите цену на хлеб, конкуренты будут покупать не ваш хлеб. Так вот, интересно, как конкуренты. Потому что прошлые годы, когда мы поднимали цену на хлеб, потому что вот, выживайте. Одесскому караваю городской бюджет, компенсирует городской, не областной, а городской Одесский. Нам, Южненский, ничего не компенсировал. То есть мы все время работали за счет собственных средств. И такая ситуация за столько лет, она каждый год... Ну, город Одесса компенсировали, а что мы можем компенсировать? На тот момент не было нифти. А в Одессе? Ну, за Одессу я не могу. Ладно. А рынок с бета тоже у нас узкий. Нам приходится знать, сколько тратить СМ. До сих пор вы не перешли к пересмотру ассортиментного перечня все-таки. У вас обеденный хлеб, который при установленном граничном пределе рентабельности в размере 5%, да? Да. Так и остается объем производства его 65, 70, 55, 60 точно процентов. Все остальное у вас другие сорта. Мы же говорили несколько раз уже, уйдите от этого обеденного хлеба на другие сорта. Которые станут массовыми и на которые будут, мы уже уходили и пришли опять к тому, что рентабельность 3-5% и опять убыточный. Понимаете? Как только он набирает в объеме производства определенную долю, он становится массовым. И к нему ограничение рентабельности. То есть... То есть... Мы его назовем к обеду. Он... Давайте... Мы его назовем... Сделайте 5 на сами. Они не будут к массовым и ваши 50%. Ну, давайте, опять-таки, мы сейчас пытаемся уйти каким-то таким нереальным способом. Мы говорим о том, что вы реально на массовый сорт хлеба, хлеб обеденный, цену поднять сегодня вряд ли сможете. Она самая высокая по Одесской области и, вероятно, по Украине. Самая высокая цена на хлеб обеденный у нас, на массовые сорта хлеба, в пересчете на килограмм реализуемый, это у нас в городе Южном. Ты... Майзи... Ну, это... Я не... Допустим, я экономист по образованию для того, чтобы... Но я хорошо знаю производство. И очень хорошо знаю калькуляцию и знаю спрос не только в городе Южном. Поэтому я готова с вами поспорить, что это будет не выход. Вот представьте себе, торговая точка, на которой 70% продается хлеба, 30 булочек. Мы переходим на булочи, у которых рентабельность 15-25%. Мы перестаем туда отдавать обеденный какой-то другой хлеб, я не знаю, там с семечками. Он там хорошая цена для нас, очень выгодный, но он не нужен людям. Им нужен простой, обычный хлеб по доступной цене. Соответственно, если туда они идут за этим хлебом, им не нужна эта булочка. Они придут, купят эту булочку в другом магазине, то есть мы закрываемся. Мы... То есть это не выход. Это получается такой короткий... Только 7% хлеб-заводов Украины показало прибыль. 50% убытки, остальные как-то на нулях. И то это все на бумаге. То есть хлебная отрасль это не только мы вот так. Мы, собственно, именно из-за этого пришли, потому что если бы был легкий путь решения проблемы, то мы бы просто там себе посовещались и решили, давайте мы сделаем еще два сорта булочек или еще 50 сортов булочек. У нас есть технологии, у нас есть возможности, у нас есть поставщики, которые поставят хоть ананасово. И о булочках, а хлебе. И от хлебе. Так, друзья мои, давайте мы так говорим. Мы сейчас технологические вопросы не будем обсуждать финансовые вопросы, потому что это займет на время. Я что предлагаю? У меня еще. Первое, что вы хотите от меня слышать, я вам говорю. Все, что в рамках закона, мы предлагаем любые варианты, мы вам поможем. Все, что в рамках закона. Для того, чтобы это изучить, давайте так, мы сейчас, Валентина Павловна подъедет чутким руководством, берет кого-то финансиста, юриста, она идет к вам, садится у вас там в каком-то кабинете. Вы делаете свою группу и сидите, думаете, думаете, что можно делать, какой можно найти выход из сложившейся ситуации. Знаете, когда минус миллиард или миллион. Да. А вот какие-то аварийные работы, можно по каким-то статьям провести? Вот крыша течет, когда на готовые продукции это все течет, это вот нонсенс. Хорошо. Вы проплатите, я вам еще раз, 6 гривен дали на проплату в прошлом месяце, кроме защищенных детей. Не, не, вы что сделаете? Вы найдите подрядчика, который потерпится, мы оплатим 100%. Пусть сделает и ждет, когда мы ему проплатим. Потому что это от нас не на йоту не зависит. Не на йоту. И у нас, что есть подрядчики, которые ждут 15 миллионов, они нам в прошлом году сделали, сейчас ждут. Сделает кто-то, в 2014 году мы им гарантируем, что мы с ними рассчитаемся. Как этот договор можно сделать? Как этот договор можно сделать? Вы сядете финансистами, юристами, экономистами, сядете, как его можно провести? Просто крыша у нас действительно очень-очень больной вопрос. Как капитальный ремонт коммунальный властный? Там крышу надо делать по полной программе, сколько до низу. Ну все. А если по такому же принципу, как вы говорите, оплата потом. А те же самые наши печные тележки, они в ужаснейшем. Тут сидят пекоря, люди, которые... Если мы будем тоже в таком плане, то, во всяком случае, пытаться людям что-то гарантировать. Если, Людмила Владимировна, вы что по финансам, по закону мы можем, нет проблем. Мы это в прошлом году пытались сделать. Берите в долг, а мы потом подошли. Можете под мое гарантийное письмо? А мы можем так сделать, чтобы купили его не вы, не мы, а купили его вы, а нам просто передали? Мы купить не можем. Фонд коммунального имущества, например. То есть, если фонд коммунального имущества заключает договор, а нам просто передает готовый. Какая разница? Он платить тоже все нужно. Просто фонд коммунального имущества, никто не придет и не заберет, а потом. Они до пекарни приедут, потом ребята и скажут. Мы, которые сейчас приехали, можем забрать все. То есть, по факту оно должно быть. По факту оно должно быть. Если есть, ваша задача найти поставщика, который это сделает. Ну, допустим, электротехнический завод, он нам сделает эти расстойки. То есть, разговоры были, человеки ходили туда-сюда. Ну, нас пугает то, чтобы мы не залезли в долг. Потому что у нас есть вариант по поводу вот этого товарища Бойченко, который нас тоже очень сильно беспокоит. И беспокоит не то слово. Электротехническому заводу, к сожалению, вы уже тоже много должны. Ну, если он согласен делать, мы ему дадим гарантийное письмо, что мы ему платим. А уже наше дело, механизм, как это правильно... Мы через сессию пропустим и будем тут. Я еще раз говорю, друзья, давайте. Я вам сказал, что поддержим все, что в рамках закона. Сейчас мы составим группу, я думаю, наших там три человека, ваших три человека. И садитесь и думайте, как... Я говорю, что мы можем дать деньги, а теперь найдите, как их дать. Вопросы... Мы дадим деньги. Теперь найдите вариант юридический. Вы бухгалтера-экономисты, наши бухгалтера-экономисты... А это не как, а кому? Ну, кто бухгалтера-экономисты? Ну, как, кому? Это уже нужно определить. Но я подчеркиваю. В рамках закона. Потому что нарушать мы не сможем. Договорились. Договорились. Да, еще один вопрос, наверное, самый неудобный. По поводу Бойченко. По поводу Бойченко. То, что он выиграл первую часть суда. И мы послали туда дальше, выше. Как насчет того письма, что хотелось бы, чтобы вы подписались, чтобы дальше пошло движение наверх, чтобы мы выиграли. Апелляция отправлена. Апелляция есть. Отправлена на Киеве. Отправлена, да. Потому что именно от Бойченко можно ожидать, типа, на сегодняшнюю секунду от неизвестно чего. Ну, там, крайний вариант есть, что он согласен на отсрочку. Срочку, вот такое все. На то, чтобы не сразу стягивать 200 тысяч долларов. Допустим, это отсрочить на год, на два. Там предварительная договоренность была. В смысле, по частям и через два года... Не-не, по частям в течении двух лет или года, я не знаю, кому там согласен. Ну, вы мне скажите, он деньги вносил? Вносили? Вносили. Он есть документы, что он дал деньги. Теперь он в суды выехал, потому что ему нужно отдать. То, что ему надо было брать, выбирать хлеба, он его не выбирал. Какие там были договоренности, я не знаю. Но то, что теперь надо с ним говорить, чтобы отсрочку делал, реструктуризацию сделал, чтобы как-то по частям, через какое-то время, эти деньги, чтобы ему вернуть. Коллеги просто беспокоятся именно о том, чтобы не было каких-то неожиданностей, что утром они пришли на работу, а там стоят ребята, неизвестные формы, с зеленых береток. Так не может быть, не может быть, он задал деньги забрать, он должен юридически, должен судоисполнитель, суд должен принять такое решение. Я думаю, что... Да я думаю, что саму Бойченко не выгодно, чтобы завод остановился. Он вообще ничего никогда не получил. Понимаете? А так есть хоть какие-то варианты. Через год, через полтора, я не знаю, что-то получит. Можно еще вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы вот 6 лет приходили на пекарню. Да. Вы видели, в каком состоянии пекарня была? Да. Почему за это никто никогда не спросил с руководства, с того же Репневского? Вы работали, зарабатывали, и вопрос, где они были? Надо было делать ремонт, а что же не делать ремонт? А куда отнимались деньги? За 5 лет ни у кого не поднялась зарплата у простых людей. Деньги куда-то... А вы приходили ко мне вот таким вот коллективом и говорили мне это здесь? О том, что у вас проблемы, что есть Репневский... Спрос будет с кого-то за вот это все, что там все удилось уже? Там-то я не знаю. Вы дали про коллективозу заниматься? Не давали? Кто ответит за это все? Понимаете, сейчас можно сказать, а где, а что они смотрели? Завод доработал, доработал. Коллектив трудовой же смотрел. Был бухгалтер, у вас там тоже есть специалисты. Никто же эти вопросы не поднимал. Вот сейчас-то вы пришли? Нет. А что вы раньше не пришли? Потому что мы знаем, что останемся завтра с работы, если хлебзавод будет работать. Когда ты знаешь, что ты что-то сказал и завтра ты без работы, Владимир Николаевич, давайте честно. Значит, что-то поменялось в лучшую сторону. Скажите, пожалуйста. У нас был другой директ. У нас был хороший директ. Да. Если бы вы пришли, если бы вы пришли в коллективы. Большое спасибо. Если письмо до вас дошло от коллектива. Всего. Мы видели человеческое отношение к коллективу. И вообще, как человек может работать. Для людей, для работы. Он исполняющий обязанности посмотрит, как надо относиться к коллективу. Он исполняющий обязанности на идее. Там уже ничего нет. Мы с двумя руками замуж, Вадима Константиновича. Так, пожалуйста, возвращайте. Я думаю просто есть информация, что он пришел к вам и потребовал помощи. Попросил у вас. Вы ему отказали в этом. Поэтому он, как молодой специалист, он ничего не может сделать. Поверьте, как сказал Владимир Николаевич, так оно и было. Ничего не может сделать. А как я могу вам одно говорить, ему что другое говорить? Другого, которого я вместе работаем, я его воспитывал, поддерживал во всем. И я ему что-то другое мог сказать? Поверьте, такого же не может быть никогда. Поставьте деньги в стране не дать никакой финансовой поддержки. Я вам объясняю, как подать материальную помощь. Как финансовую. Я и вам это говорил. И я ему это говорил. Одна Украина. Одна Украина. В Одессе, в Одесскому Караваеву есть помощь. У нас нету помощи. Я сомневаюсь. Ну давайте, ну это все разговоры. 50% убыточная по всей стране. С объемами там. И то, что давали, я сомневаюсь, что нам сейчас кто-то что-то дает. Но ситуация какая, друзья мои. Я вам еще раз говорю. Меня здесь все, что в рамках законности, все, что можно, у нас нет проблем. Как их дать? Вот сядьте и подумайте, как сделать. Наши юристы, ваши юристы, наши экономисты, ваши экономисты, финансисты. Сядьте и найдите вариант. Найдите вариант, как сделать. Чтобы мы друг друга не обвиняли. Финансово. Крышу делаем. Давайте будем крышу делать. Купить эти ваши оборудования. Давайте купим оборудование. Но со временем, чтобы платежи были немножко позже. То, что вы нам сказали, в принципе, тоже очень полезно и приятно. То, что вы согласны нам помогать, пускай даже это будет чуть-чуть похоже. Мы со своей стороны, конечно, очень постараемся найти кого-нибудь, который захочет голову туда засунуть. Мы постараемся. Хорошо. Хорошо. Отработайте. И смету дайте. И сколько там. Должна быть долго будет. Проект, смета и так далее. Найдите подрядчика, кто это будет делать. Я помню. Так. Все. Будет? Заходите. Приходите. Группа наша будет работать. По итогам, когда отработаете, в том я с вами встречу. А вы к нам? Я к вам. 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 И я к вам. Я к вам. Красивее, конечно. Но хотелось бы увидеть вас там, чтобы вы действительно зашли и посмотрели. А я у вас еще не был? Друмов был. Но редко. Редко. Когда Друмов был, я заходил просто так. Помню, у вас там и конвейер поломался, я там был. И с ним мы ходили, эти тележки ходили, и смотрели по цеху. И так я с ним приходил. Тут не имеется в виду настоящее. Действительно, для того, чтобы просто держать руку на пульсе и видеть. Я понимаю, что человек занятой, у него другие проблемы, но сколько там кто-то пекарен у нас видно. Сколько у нас коммунальных предприятий? В Южном, и на каждое должен городской голова ходить. Ну, ходить я буду, я буду ходить, я приеду к вам обязательно. Но мы не просто коммунальные, мы предприятия хлеб. Не заставляйте, чтобы мы здесь что-то плохое любили. Потому что сейчас мы наговорим всякого нехорошего. Если сегодня вы считаете, что да, хлеб важный, но хлеб, вы правильно меня поймите. Если, не дай Бог, хлеб, забота становится, мы найдем, еду привезем, что он там привезет. Но если, не дай Бог, остановится, вы знаете, когда не было света, и как жить тогда. Или нет канализации, как жить, когда все мертво стоит. Когда нет воды, как жить, как тепла нет жить. Вы говорите, хлеб всему голову, конечно. А тепло не нужно, а вода. А если ходует так, чтобы хлеб не привезет? Ну, когда ты будешь... Мы же ели чуть-чуть в рекле, в Одессе. Поэтому все важные вопросы. Вопросы все важные. Нельзя выделить, какой важнее. Все, кому у нас в предприятиях, должны будет. У нас их 12. Общая цель нашего разговора привлечь просто внимательно. Горячая точка напишите? Ну, пишите, пишите. Сейчас нашему государству только до вашего хлебозавода. И до вашей горячей точки. Понимаете, когда горячая точка в Крыму, в Донецке, в Луганске, вот там горячая точка. Вот это горячая точка. Тем более, что сейчас в такой ситуации. Не дай бог. Главное, что было хлеб и вода. И оружие. И оружие. Все, спасибо, у нас даже прием. Все, отрабатывайте. С основной группой. И подходим итоги. И у нас забыли.